От свежих морепродуктов до напитков и сладостей. В городе Долянь проходит первый фестиваль ярмарка товаров «Сделано в России», где представлены около 1200 наименований товаров в шести категориях. В преддверии праздника весны посетители смогут найти здесь подарки на любой вкус. Приближается долгожданный праздник весны. Я купила на ярмарке сухое молоко и шоколад. Мы привезли много новых сортов и уже продали почти 5000 тонн шоколада. Жителям Поднебесной нравится наша продукция. У нас представлены полезные закуски из зелёных яблок и выпечка. В них нет ни грамма муки и сахара. Только натуральное молоко, без каких-либо добавок. И у нас повышенное содержание белка 3,4% и даже достигает 3,6%, что очень важно для детишек. Российский экспортный центр организовал стенды для 80 отечественных производителей, которые на ярмарке из первых уст смогли узнать о потребностях китайской стороны. Уже в первые дни фестиваля представители компаний в сфере торговли продуктами питания города Долянь предложили российским бизнесменам сесть за стол переговоров. На фестивале-ярмарке мы провели переговоры с десятками российских компаний и подписали соглашение почти на миллиард юаней. На этом мероприятии мы реализуем стратегию открытости севера страны, укрепляем обмены в торговле, промышленности, гуманитарной сфере и других областях. И таким образом сможем внести свой вклад в продвижение экономических и торговых обменов между Китаем и Россией. Организаторами мероприятия стали российский экспортный центр управления коммерцией провинции Ляонин и правительство города Долянь. Они подготовили для гостей и посетителей ярмарки обширную культурную и развлекательную программу, выступления творческих коллективов из России, мастер-классы по народным промыслам, различные викторины и конкурсы. Впереди праздник весны и мне нравится атмосфера на этой ярмарке. Сегодня было несколько шоу, где звучала русская народная музыка. Ярмарка сделана в России продлится в Доляне до 5 февраля.